Добрый день! Ближайшие 20 минут о самом актуальном в студии Алма-Саши. Начнем выпуск событий в регионах. 10 молодых врачей в Западно-Казахстанской области получили на днях служебные квартиры. Они прибыли на работу в город Ахсай Бурлинского района после окончания высших учебных заведений. К слову, в прошлом году 50% выпускников вузов отправились работать в села. Для закрепления кадров в городе им, кроме подъемных, выплачиваются средства на аренду жилья и оплату коммунальных услуг. Всего в области не хватает 207 квалифицированных специалистов. Наиболее востребованы врачи общей практики, акушеры, гинекологи, реаниматологи. В этом году тоже мы ожидаем 100 врачей. Из них уже 54 врачей работают на местах. Оставшиеся должны еще прийти до конца октября. Выделены квоты на 24 специалистов с местного бюджета с около 40 миллионов. И этих мы, специалистов, ожидаем в течение двух-трех лет. 114 многоквартирных жилых домов в Атарау прошли термомодернизацию за 7 лет. Из государственного и областного бюджетов на эти работы было направлено почти 3 миллиарда тенге. Из них 536 миллионов в тенге от Атараусы уже вернули. Это позволило довести число обновленных домов в этом году до 12. В частности, 8 зданий обновили за счет бюджета и еще 4 за счет возвратных средств. Программа по тепломодернизации старого жилищного фонда будет продолжена. На будущий год мы планируем провести термомодернизацию 13 многоэтажных домов. Проектно-сметная документация на эти работы уже готова и утверждена. На обновлении жилфонда из республиканского бюджета выделяется 431 миллион тенге. Садоводы Жамбылской области столкнулись с проблемой сбыта своей продукции. Они не могут вывести урожай яблок на рынки других городов. И поэтому местные хозяйства решили заняться переработкой. В Жуалинском районе уже освоили новую технологию. Теперь производят сухофрукты. Подробнее об этом в нашем сюжете. Садоводы Жамбылской области спасают урожай яблок. Чтобы выращенная с большим трудом продукция не испортилась, здесь решили ее сушить. Даже изготовили специальное оборудование вручную. Заодно так экономят на рабочей силе. Всего одна установка местных мастеров заменяет труд 20 человек. К примеру, в прошлом году мы дополнительно нанимали 10-15 рабочих. Они вручную ножом резали яблоки. Это какой труд? Еще и платить надо стольким людям. А эта установка значительно облегчила нам жизнь. В прошлом году в регионе садоводы собрали около 20 тонн яблок и продали весь урожай на внутреннем рынке. В среднем в области население потребляет в год на человека 13 килограммов этого вида фруктов. Остальная продукция должна идти в другие города страны. Но неизбежны потери при доставке. Поэтому выгоднее сушить яблоки и изготавливать сухофрукты, считают специалисты. В сушеном виде продукцию легко экспортировать в Россию. В Жамбульской области просто необходимо закупать специальное оборудование и развивать это направление. Потому что из года в год объемы производства яблок растут. А значит, нужно переходить на переработку. Сегодня в Жамбульской области выращиванием яблонь занимаются более 200 хозяйств. Они полностью закрывают потребности региона. При этом ежегодно площади яблоневых садов увеличиваются. В этом году под сладкие фрукты отдано уже 2500 гектаров земель. Анна Ресенбердина, Руслан Бахтбекулу, Тимур Сиилхан, Жамбульская область, Хабар 24. Идею о создании коалиции еще в 2015 году озвучил с трибуны ООН президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Предложенную Казахстаном стратегию по предотвращению и противодействию терроризму представил министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов. Кодекс по борьбе с терроризмом стал единым документом, в котором отражены международные обязательства по контртерроризму. Главы делегации отметили принятие кодекса как важный шаг в укреплении международного сотрудничества и контртеррористической архитектуры ООН. Канада и США достигли соглашения по североамериканской зоне свободной торговли, сообщает Рейтер. Достигнутую сделку еще предстоит окончательно утвердить. Впрочем, премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже сказал журналистам, что это хороший день для страны. В совместном заявлении обе страны заявили, что новое соглашение между США, Мексикой и Канадой приведет к более свободным рынкам, справедливой торговле и устойчивому экономическому росту в регионе. На пересмотре соглашения настаивал американский президент Дональд Трамп. И при этом глава Белого дома утверждал, что предпочел бы раздельные торговые договоры с Оттавой и Мехико. Македонии не удалось сменить название на Северную Македонию. По словам главы избирательной комиссии страны Оливера Деркоски, на голосование не пришло даже половины избирателей. О низкой явке стало известно еще до закрытия участков. Избирком сообщал, что голосовала только треть избирателей. Но, тем не менее, предварительные итоги показывали, что 90% из проголосовавших высказались за изменение названия страны на Северной Македонии. Таким образом, разрешить многолетний спор с соседней Грецией в стране так и не смогли. Греки выступают против того, чтобы бывшая Югославская республика называлась именем одной из исторических областей страны. И опасаются, что в конце концов македонцы будут претендовать на часть территории Греции. В американском штате Пенсильвания на воздух взлетел автомобиль. Погибли три человека. Власти объявили, что инцидент был единичным и местным жителям опасаться нечего. Подозреваемый в подготовке взрыва, скорее всего, погиб. О причинах взрыва и личностях погибших ничего неизвестно. Расследование ЧП занимаются полиция, ФБР. Местных жителей просят сообщить об этом случае любую информацию. Жертвами тайфуна Трами в Японии стали двое человек. Еще столько же пропали без вести. Более ста жителей получили различные ранения. Трами обрушился на остров Хонсю в ночь на воскресенье. Он принес с собой сильный ветер, дожди. Опасаясь оползней и наводнений, власти объявили эвакуацию примерно 4 миллионов жителей в центральной и западной части Японии, а также на острове Хоккайдо. Более 500 тысяч домов до сих пор сидят без электричества. Отменены около тысячи внутренних авиарейсов. Сейчас ураган движется на северо-восток и, как ожидается, уйдет в сторону Курильских островов. Продолжение следует... Они были доставлены вместе с медикаментами, продовольствием и другими предметами первой необходимости. Это действительно чрезвычайная ситуация, так же, как и в Ламбоке. Дороги разрушены, аэропорт не работает. На электростанции имеются серьезные повреждения. Поставку топлива невозможно осуществить из-за разрушенных дорог. Но мы начнем поставлять топливо через два дня. Все тяжелое оборудование придет сегодня вечером. Поэтому мы сможем использовать его завтра. Так же будут доставлены еда и чистая вода. Землетрясение силой 7,4 балла произошло в провинции Центральной Сулавеси в пятницу. Подземные толчки вызвали цунами. При этом высота волн составляла до 5 метров. По последним данным погибли 832 человека. Больше 500 получили тяжелые ранения. Как минимум 16 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Разрушены тысячи жилых и административных зданий. Продолжим выпуск. Сегодня, 1 октября, в нашей стране отмечают Международный день пожилых людей. Дата провозглашена еще в 1991 году на сессии Генассамблеи ООН. В мире ежегодно увеличивается число пожилых людей. Эксперты считают это закономерной и не самой плохой тенденцией. Во-первых, это наглядный показатель увеличения продолжительности жизни населения. Во-вторых, пожилые люди, имеющие недвижимость и сбережения, это экономически активные участники рынка, которые вносят свой вклад в развитие общества и целых сегментов экономики. В Казахстане проживают около 2 миллионов пенсионеров. Они регулярно получают поддержку от государства. В этом году на эти цели выделено 7,5 миллиарда тенге, которые пошли на оказание единовременной помощи, льготный проезд в общественном транспорте, санаторно-курортное лечение. Но, разумеется, для многих самым дорогим подарком в этот день станет внимание и человеческое тепло. В первый день октября принято звонить и встречаться с родителями, бабушками, дедушками, поздравлять их с праздником, говорить слова любви, рассказывать последние новости. Но не все пожилые люди проводят этот день в кругу семьи. Аманжул Байшин в свои 75, можно сказать, начал новую жизнь. Год назад он переехал в дом престарелых. Салитаршка убирает, три раза питание, даже стирку, пожалуйста, а дальше постирает. Ну, почти ничего не делаешь. Ну, как видите, вот тут бильярды, шашки, шахматы, настольный стол, настольный теннис, в смысле. И здесь вот, прямо в углу. Тут парк рядом, после завтрака, после ужина, по парку ходим почти с ним воздухом. Сколько театра есть, почти во всех мы побывали. Евгению Куликову еще далеко до пенсии, но он тоже оказался в доме престарелых по состоянию здоровья. Несмотря на то, что ему тяжело ходить, он живет активно, поет песни, играет на фортепиано. Глядя на своих пожилых друзей, Евгений говорит, что самая главная радость для них – это внимание. Побольше внимания, особенно вот старики друг к другу, внимание, и мы, молодые, тоже должны к ним больше внимания. Тем более, вот в таких домах, ну, приходят к нам молодежь, как они называются, волонтеры. Вот, побольше бы такого. Оно и будет, будем знать, что мы не оставленные, не потерянные. Сегодня пожилыми считаются люди от 60 до 75 лет. Для женщин этот возраст начинается с 55. В Казахстане пожилых людей более двух миллионов, и с каждым годом их число неизменно растет. А вместе с этим и количество тех, кто проводит старость в одиночестве. Ещё больше пенсионеров Астаны смогут заняться йогой и изучением иностранных языков. Досуговый центр для пожилых людей «Ардагер» в Астане планируют расширить. Об этом стало известно в ходе визита в центр первого заместителя председателя партии «Нур-Отан». Маулен Шамбаев поздравил ардагеровцев с Международным днём пожилых людей. Отмечу, более года назад партия «Нур-Отан» поддержала инициативу создания центра. Сегодня здесь с пользой проводят свободное время уже полсотни пенсионеров. И к тому же совсем скоро центра станет больше, и помимо танцев и тренингов пенсионеры смогут получить здесь правовую и финансовую помощь. Наша дальнейшая, например, мечта, чтобы это был столичный центр, чтобы можно было показать, чтобы все хотели походить, чтобы все хотели хотеть такой центр, и чтобы все его, наверное, получили во всех регионах Казахстана. Можно ли убежать от возраста? Ответ на этот вопрос, кажется, знает 70-летний пенсионер из Петропавловска. Он смог четырежды обежать вокруг экватора. Такая дистанция выходит у Вячеслава Махнёва за 55 лет ежедневной пробежки, а это 165 тысяч километров. К лёгкой атлетике он привлёк и свою супругу, и вместе со спортивной семьёй пробежалась наш корреспондент Нургуля Ахметова. На улицах Петропавловска всё чаще можно встретить горожан, которые занимаются спортом, но в основном это представители старшего поколения. А молодёжь? Молодёжь всё чаще находит отговорки. Нет времени, погоды или пары кроссовок. Я тоже всегда откладывала утреннюю зарядку на завтра, и вот, наконец, этот день настал. Отступать некуда, тем более, когда пример подают такие люди. Флюри Невешкиной 51 год. Из них 10 она посвятила спорту. Каждый день старается бегать по 15-20 километров. Говорит, раньше такой любви к атлетике не было, но ведь лучше поздно, чем никогда. Если вы сразу со старта рванёте без подготовки, вы потом просто не захотите выйти на эту дистанцию, скажете, нет, мне не нужна, я не люблю спорт, я не люблю бегать. А если вы правильно подойдёте к этому всему, и всё будет прекрасно, и вы будете наслаждаться природой, впишетесь в природу. А вот супруг Флюры Равильевны бегает уже полвека. 70-летний пенсионер за эти годы преодолел дистанцию в 165 тысяч километров. Это расстояние в 4 раза больше длины экватора. Вячеслав Владимирович ветеран МВД и спортом занимается с молоду. Когда мы готовимся к марафону, у каждого своя дистанция при подготовке. Я могу 12-15 километров пробежать без остановки. Когда бежишь, то получаешь такой заряд эйфории, удовольствия, что тебе уже всё равно дождь ли, снег ли. На своём первом международном марафоне эта супружеская пара пробежала 45 километров за 4 часа 45 минут. Но свой личный рекорд каждый из них побил уже тогда, когда одержал главную победу. Победу над собой. Герои нашего репортажа могут бегать по 4 и 5 часов без остановки. Для такого результата мне ещё нужно тренироваться. Жители Китая отмечают 69 лет со дня образования страны. В 1949 году Мао Цзэдун официально объявил 1 октября Днём образования Китайской Народной Республики. С тех пор это событие празднуют в течение 7 дней и называют в народе «Золотой неделей». Как правило, в эти дни в Поднебесной начинается период массовых перемещений и туристический бум. К примеру, в прошлом году страну посетило 710 миллионов туристов. Доходы в этой сфере составили около 87 миллиардов долларов. В праздник города и деревни украшают красными цветами и фонарями. На главных улицах и фасадах здания развиваются флаги коммунистической партии. Народ собирается на площади Тянь-Ан-Мэн, где ежегодно устанавливают 15-метровый цветок под названием «Пожелание Родине». «Считаю, что в эти годы Китай достиг больших успехов, особенно в последние 40 лет своего развития. Очень горжусь тем, что я китаянка. Я люблю свою страну и надеюсь, что в будущем она станет ещё более процветающая». Картины казахстанских художников представлены на выставке в Музее современного искусства провинции Кёнгидо в Южной Корее. Нашу страну представляют Виктор Мун, Георгий Ли, Елена Тё и Евгений Ким. Всего посетители выставки смогут увидеть больше ста произведений из пяти азиатских стран. Картины Виктора Муна и Георгия Ли посвящены депортации корейцев с Дальнего Востока в Казахстан в 1937 году. Казахстанские живописцы также представили полотна, рассказывающие о культуре и традициях многонационального Казахстана. Работы Елены Тё знакомят южнокорейских любителей искусства с национальной игрой «Кокпар» и мавзолеем «Кожа Ахмеда Ясуи». А на картинах карагандинца Евгения Кима – его родной город и портрет казахской девушки Улпан. Несмотря на то, что Казахстан находится очень далеко от Кореи, мы видим в произведениях казахстанских художников, что корейцы в вашей стране сохранили традиционные элементы корейской культуры. Например, знакомые с изготовлением традиционного хлеба чальток или национальной одежды ханбук. Такая выставка проводится в нашем городе впервые. Мы хотим сделать её традиционной. А на французской ривьере тем временем прозвучала казахская народная музыка. Жители Кан и туристы со всего мира стали свидетелями виртуозного исполнения казахских кюев и песен прямо на знаменитой набережной Круазет. Музыканты академического фольклорно-этнографического оркестра имени Нургисы Тлиндиева от Рарсаза ознакомили изысканную публику с выдающимися произведениями казахских композиторов на Лазурном берегу. Гастроли легендарного оркестра во Франции проходят в рамках программы «Рухани Жангру» и проекта посольства «Казахстанская осень во Франции». Я очень впечатлен красивой природой французской ривьеры и очень счастлив и горд исполнять казахские народные песни в таком знаменитом месте. Пусть наша музыка звучит во всем мире. Это очень красиво и интересно. Предстоящий концерт заслуживает того, чтобы это увидеть и прочувствовать. Репортаж с концерта оркестра имени Нургисы Тлиндиева в одном из самых престижных залов французских КАН вы можете увидеть в вечернем выпуске новостей. Не пропустите. Национальный музей антропологии в Мехико выставил уникальный экспонат одной из четырех уцелевших рукописей древней цивилизации майя. Называется она «Кодекс Гралье» и представляет собой манускрипт с текстом в пиктографической форме. Возраст рукописи почти тысяча лет. Состоит она из десяти листов, сделанных из коры разных пород фикуса. В тексте описаны наблюдения за планетой Венера. В подлинности манускрипта некоторое время сомневались. В 2007 году экспертиза не смогла ни опровергнуть, ни доказать его принадлежность к древней цивилизации майя. Но два года назад Брауновский университет США подтвердил их подлинность. Гости музея могут не только посмотреть на древний манускрипт, но и больше узнать о нем из мультимедийных материалов. Это был период конфликтов, войны и миграции, в котором главенствовала борьба за выживание. Документ показывает эти общества в разгар кризиса, страшные времена. Оставайтесь с нами и будьте в курсе происходящего. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин